В сельских поселениях района началось благоустройство парковых зон. Налоговая инспекция приглашает на бесплатный семинар. Сотрудники госавтоинспекции проводят профилактическую операцию «Пешеход». Об этом и многом другом смотрите в блоке коротких новостей. Пять сельских поселений Славянского района стали участниками краевого проекта по инициативному бюджетированию. Благодаря его реализации в крае даже в самых малых поселениях идет благоустройство парков, улиц, стадионов, установка спортплощадок. И все это по инициативе жителей в сотрудничестве с местной властью при финансовой поддержке из краевого бюджета. В 2021 году в нашем районе благодаря народному бюджету появятся парковые спортивные зоны в селе Очуево, поселках Голубая Нива и Забойском, хуторе Маевском. Общая сумма краевых дотаций составит около 6,5 миллионов рублей. В прошлом году участниками проекта инициативное бюджетирование стали 7 поселений района. На территории района продолжается реализация нацпроекта «Жилье и городская среда», благодаря которому начато строительство парковых зон в поселке Забойском, в станицах Анастасиевской, Петровской и Черноярковской, хуторе Голицыне. Это будут комплексные, хорошо обустроенные зоны отдыха современной инфраструктурой. Общий объем финансовых вложений составит 92 миллиона рублей. Работы по благоустройству идут во всех пяти поселениях. Выполнена планировка территории будущих парков. Подготовлены площадки для оборудования инфраструктурных объектов, укладки, плитки. 27 мая в 10 часов утра в Межрайонной налоговой инспекции состоится бесплатный семинар для юридических и физических виц индивидуальных предпринимателей. В ходе встречи обсудят вопросы налогообложения юридических виц, сроки уплаты, предоставление налоговых льгот организациям по транспортному и земельным налогам за налоговый период 2020 года, негативные последствия неформальной занятости и получения серой заработной платы, представление отчетности по ТКС, налог на добавленную стоимость. Вопросы по темам семинара принимаются в Межрайонной налоговой инспекции. Телефоны для справок 4 11 15 479 73. С 17 по 30 мая в России проводится масштабная образовательная акция «Всероссийский налоговый диктант». Каждый участник получит возможность оценить и повысить уровень своих знаний в области налогов и налогообложения. Принять участие могут как дети, так и взрослые. Диктант организован в форме онлайн-тестирования продолжительностью 60 минут. По итогам прохождения каждый участник получит электронный сертификат. Для участия достаточно пройти регистрацию на сайте www.diktant.nalog.ru и получить пароль для входа на указанную вами электронную почту. А после ответить на вопросы диктанта. С целью профилактики и снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, сотрудниками отдела ГИБДД по Славянскому району проводится краевое профилактическое мероприятие «Пешеход». За 4 месяца этого года на территории района было зарегистрировано 14 ДТП с участием пешеходов. При этом 2 человека погибло, 12 получили ранения, среди которых четверо детей. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий со стороны пешеходов стали переход дороги в неустановленном месте и нарушение правил передвижения пешеходами по краю проезжей части, а со стороны водителей нарушение правил проезда пешеходных переходов. Практически во всех указанных ДТП, зарегистрированных в темное время суток, у пешеходов отсутствовали световозвращающие элементы. Госавтоинспекция рекомендует пешеходам, передвигаясь по дороге, не отвлекаться на мобильные телефоны и не использовать наушники, а при передвижении в темное время суток обязательно использовать световозвращающие элементы.